Здравствуйте дорогие друзья, с вами как всегда Артем. 23 апреля 2017 года Институт интегральных схем общества Фраунгофера, занимающийся разработкой mp3 формата, заявил о прекращении разработок в области сжатия звука именно в этом формате, в связи с истечением сроков действия соответствующих патентов. Сегодня речь пойдет о краткой истории формата mp3. Этот формат был специально создан для сжатия цифровой музыки. До mp3 самым распространенным форматом цифровой музыки был аудио-сиди соответственно от Sony и Philips, который вышел в 1982 году. Аудио-сиди распространялся на оптических компакт-дисках размером 120 мм. Кстати более подробную историю об оптических носителях и в частности про аудио-сиди можно посмотреть по ссылке в описании ролика. У меня был отдельный очень интересный выпуск на этот счет. Музыка уже готовая к публикации на студиях звукозаписи записывается на звуковой компакт-диск без потерь. Таким образом достигается достаточно высокое и достоверное качество звучания. Звуковая информация представлена с помощью импульс на кодовой модуляции с частотой дискретизации 44,1 кГц и битрейтом 1411,2 кбит в секунду, 16 бит стерео. Все технические понятия вышесказанного я думаю мы оставим для следующих роликов. Скажу лишь то, что импульс на кодовая модуляция это один из методов преобразования аналогового звука в цифровой. Чем выше битрейт, частота дискретизации и битность квантования 16 бит в данном случае, тем теоретически выше качество звука при прослушивании. Но вернемся немного назад, а именно в 1970-е годы. Именно в это время группа ученых из Германии задумалась над вопросом улучшения качества передачи голоса по обычной телефонной линии связи. Исследования проходили под руководством профессора Дитера Зайцлера в университете Эрлангена Нюрнберга. Зайцлер предложил интересную систему и попытался ее запатентовать. Можно было по телефону подключаться к центральному компьютерному серверу и далее запрашивать нужную песню. И она бы передавалась по телефонному кабелю в цифровом виде. Нужно было просто подключить телефон к стереосистеме и слушать музыку. На тот момент не существовало способа достичь этой цели, кроме как значительно сжав аудио файл. Однако постепенно начал набирать обороты оптико-волоконный кабель и цифровая телефония. Так что исследователи переключились на другую проблему. Это эффективная компрессия цифровых аудио данных. В 1979 году группа Зайцлера, в которую входил небезызвестный Карл Хайнс Бранденбург, создали первый алгоритм для сжатия музыкального материала. Это еще не mp3, но тем не менее. При сжатии алгоритм учитывал особенности восприятия звука человеческим ухом. Очевидно, что музыка намного сложнее обычной речи, которую вы сейчас слышите. И, соответственно, музыка требует особых алгоритмов и подходов. Еще в 1894 году американский физик Альфред М. Майер обнаружил, что звуковой тон может быть не слышен из-за другого тона более высокой частоты. А в 1959 году Ричард Эмер описал полный набор звуковых кривых, которые относятся к данному явлению. Позже Эрнст Терхард приступил к созданию алгоритма, описывающего этот эффект. Этот эффект получил название эффект слуховой маскировки. Все это привело в дальнейшем к развитию психоакустики, научной дисциплины, изучающей психологические и физиологические особенности восприятия звука человеком. Но вернемся снова к MP3. Для того, чтобы создавать архивы аудио-CD диска в формате WAV, на компьютере требовалось очень много места на жестких дисках. В то время жесткие диски имели достаточно маленькую емкость. Требовался небольшой по размеру звуковой файл, пригодный для потоковой передачи данных и при этом обеспечивающий хорошее качество звучания. В 1987 году между университетом Эрлангена-Нюрнберга и институтом Фраунгофера в рамках Европейского агентства координации исследований создается специальный альянс под кодовым названием Project EU-147. Project EU-147 сосредоточился над решением проблемы цифровой трансляции аудиоконтента. Digital Audio Broadcasting. К немецким исследователям присоединились также ученые из подразделения AT&T, Bell Labs и Thomson, у которых были свои наработки в области соответствующих алгоритмов. А во главе проекта на сей раз стал тот самый Карл Хайнс Бранденбург. В 1988 году создаются первые рабочие прототипы формата MP3. В январе этого же года под эгидой Международной Организации по стандартизации ISO формируется новая организация, ответственная за разработку и внедрение международных стандартов сжатия и передачи цифрового видео и аудиоконтента. Организация стала называться Moving Picture Expert Group или сокращенно MPEG – экспертная группа по движемуся изображению. В апреле 1989 года институт Фраунгофера получает немецкий патент на MP3. Однако на практике файлов MP3 еще не существует. Значительно позже, в 1996 году формат MP3 патентуется также и в Соединенных Штатах Америки. В 1991 году экспертная группа для нового стандарта компрессии получает название MPEG-1. В итоге предлагается 14 различных предложений по сжатию аудиоконтента. И среди них имеется и экспериментальный кодек ASPEC. Adaptive Spectral Perceptal Entropy Coding, разработанный упомянутым Высшей Альянсом. В конце концов, уже в 1992 году выбор MPEG был сделан в пользу ASPEC, который был доработан, переработан и получил иное название. Он стал именоваться кодеком третьего уровня MPEG-1. MPEG-1 Audio Layer 3. Не стоит путать его с MPEG-3, который предназначен для сжатия звука видеопотоки высокой четкости. Уже в 1994 году институт Фраунгофера представил первый в мире кодировщик формата MPEG-3. Это L3-ENC. В 1995 году файлы MPEG-3 получают свое текущее расширение, собственно MPEG-3. До этого расширение было BIT. Именно 1995 год считается годом рождения формата MPEG-3. При разработке алгоритма тесты проводились на реальных композициях. В частности, первой песней, которая была закодирована в MPEG-3, была песня исполнительницы Сюзанны Веги, Tom's Dinner. После чего формат MPEG-3 стал массово распространяться на музыкальные треки. Точно так же, как ABBA в свое время впервые в мире записала свой альбом The Visitors на аудио CD. В сентябре произошло еще одно знаковое событие. На свет появляется первый в мире плеер, доступный, это WinPlay 3. С его помощью можно было воспроизводить MPEG-3 файлы, а также создавать такие MPEG-3 файлы. MPEG-3 стал стремительно распространяться по миру, благодаря универсальности, маленькому размеру и хорошему качеству звучания. На одном CD-диске можно было записывать сотни музыкальных треков, в отличие от формата аудио CD, который обычно содержал 70 минут музыки. Ну а чуть позже появляются плееры на основе флеш-памяти, которые полностью вытесняют плееры на CD-носителях. 7 июля 1997 года появляется всем известный плеер Winamp, который получает впоследствии огромную популярность. И уже в 1998 году институт Франгофера на этой волне приходит к решению начать собирать лицензионный сбор с программы железа, которые используют формат MP3. В звуковом сигнале есть гармоники с меньшей амплитудой и гармоники, лежащие вблизи более интенсивных. Такие гармоники отсекаются, так как обычно человеческое ухо не всегда может определить присутствие либо отсутствие таких гармоник. Об этом эффекте я рассказывал практически в начале данного видео. Такая особенность слуха называется эффектом маскировки. Также возможна замена двух и более ближайших пиков одним усредненным. То есть MP3 сжимает аудиопоток с так называемыми потерями. Однако при этом файл получается компактным по размеру и при этом имеет достаточно высокое качество звучания. Самый распространенный формат MP3 имеет битрейт от 32 до 320 кбит в секунду и частоту дискретизации до 48 тысяч герц. Но обычно используется 44 тысячи герц. Режим звуковых каналов стерео, моно, двухканальное стерео, когда одна дорожка, например, на одном языке, другая на другом, в этом случае битрейт делится на два канала. И объединенное стерео. Левые и правые каналы преобразуются в их сумму. L плюс R и разность L минус R. Но чаще всего, конечно же, используется стерео. Качество звукового файла зависит от кодека, применяемого для кодирования. Кодеков достаточно много. Например, это MP3 Pro кодек, Lame кодек и Fraunhofer кодек. Но сейчас мы поговорим о режимах битрейта при кодировании в MP3. Первый режим это CBR, Constant Bitrate, то есть постоянный битрейт, который задается пользователем и не изменяется при кодировании файла. Например, 320 кбит в секунду. Таким образом, каждой секунде трека соответствует одинаковое количество бит. Таким образом, можно легко посчитать конечный размер файла. Однако, у такого кодирования есть минус. Битрейт постоянный, даже если в треке есть тишина. Соответственно, файл получается чрезмерно большим. VBR расшифровывается как Variable Bitrate, то есть изменяющийся битрейт или переменный битрейт. В этом случае битрейт динамически изменяется программой-кодировщиком при кодировании в зависимости от аудиофайла, насколько он насыщен различными частотами и амплитудами. Этот метод MP3-кодирования является самым прогрессивным. Аудиоматериал разной насыщенности может быть закодирован с определенным качеством, которое обычно выше, чем при установке среднего значения в методе CBR. Плюс к этому размер файла уменьшается за счет фрагментов, не требующих высокого битрейта. Минусом является то, что достаточно сложно предсказать конечный размер файла. VBR считает незначительной звуковой информацией более тихие фрагменты и больший приоритет дает более громким фрагментам. Таким образом, тихие фрагменты на высокой громкости могут получать какие-либо искажения. Однако качество все равно остается достаточно высоким и VBR очень часто используется. Следующий вариант это ABR, Average Bitrate, то есть усредненный битрейт, который является гибридом между VBR и CBR. Здесь битрейт задается пользователем, а программа уже изменяет его, то есть, например, вы установили 192 килобита, и кодер уже не может выйти за это значение, но у него есть варианты. Между максимальным битрейтом и минимальным возможным битрейтом. При этом качество будет лучше, чем при методе CBR, но хуже, чем при использовании VBR. Однако можно легко вычислить конечный размер файла. Вот такие вот основные методы кодирования файлов MP3. Для большинства людей MP3 дал возможность поместить в свой карман сотни и даже тысячи любимых треков. Бесспорно, аудио и CD обеспечивают лучшее звучание музыки. Однако слушать такие диски нужно на соответствующем оборудовании. И, к сожалению, не каждый человек в состоянии различить звучание MP3 файла на 256-320 килобитах в секунду и непосредственно аудио-CD диски. Были также попытки и кардинально улучшить MP3, добавив к нему lossless часть. Lossless, то есть сжатие без потерь. Формат получил имя mp3hd. Основная часть файла это обычный MP3, сжатый с потерями. А дополнительная lossless часть позволяет восстановить качество файла до исходного высокого качества без потерь при соответствующем воспроизведении. Lossless часть находится в так называемой области ID 3 тегов. Это метатеги. Здесь могут содержаться названия трека, исполнителя, альбома, год выпуска и так далее. То есть изначально она предназначалась именно для этого. Однако в MP3 HD для сохранения совместимости с текущими MP3 устройствами в эту часть помещалась lossless, составляющая MP3 HD. Но формат в итоге не прижился. Почти полный стандарт MP3 появился в открытом доступе 6 декабря 1991 года. В США изобретения, публично раскрытые более года, не могут быть запатентованы. Однако для патентов, оформленных до 8 июня 1995 года, существовала возможность увеличить их срок действия. Таким образом, MP3 отныне стал свободным форматом, без лицензионных отчислений. Конечно, существуют более прогрессивные форматы сжатия аудио данных, однако MP3 будет успешно существовать и далее, радуя нас простотой и своей доступностью. Вот такая была история MP3. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх и оставляйте свои комментарии. И до встречи в следующих роликах. Пока-пока.